Майя Послушай, тот парень Точно он пытался тебя изнасиловать? Ты же проститутка, да? И как можно изнасиловать проститутку? Я это имею ввиду? Прости Прости Вы тебя арестовали за наезд? Да, но тебя чуть не изнасиловали, в нас стреляли почти Слушай, мне очень жаль В твердой упаковке Ну так она блондинка, брюнетка? В челках, на каблуках или просто так, без всего? Шестнадцать Ну, посмотрим, смогу ли я найти на какой странице Бурбоны и сигареты? Я думаю Черт У этой Рокси пластика в грудь больше, чем у Барби Да, ну значит Так, ну попробуем страницу шестьдесят девять И пачку сигарет Нет Попробуем тогда страничку девяносто О да О да Да Нашла ее Вот, вот Просто забери это и уходи Хорошо, дорогуша Определенно суровые волнения в желудке Всегда подглядываешь за своими гостями Я просто проверял, как там мальчик Мальчик? Нет Он только что познакомился со своим мужеством, пока ты дышал на стекло Успокойся Успокойся Это всего лишь сигарета А можно мне получить то, что получил этот парень? Так, ты хочешь, чтобы я изогнулась и раздвинула ноги, чтобы ты мог кончить за тридцать секунд? Нет, это будет больше похоже на марафон Детка, я заплачу Правда? Ну, а как насчет этой Бетти Крокера на колесах? Никому не нужно об этом знать Ты знаешь, мы бы очень хорошо повеселились, если бы ты только доверился мне Давненько у тебя этого не было Два года уже Это же не брак Это пожизненное заключение какое-то Я по-прежнему люблю ее Ты должен любить ее Меня ты можешь трахать Прости, не продается Я убью тебя, если ты уйдешь Что ж, попроси вежливо Пожалуйста, займись со мной любовью Я не твоя жена Я хочу трахнуть тебя Без оружия Нет Нет Я хочу подержать его Может быть, только так Давай Давай Вот что есть у мужчин Что? Оружие Чтобы контролировать ситуацию Но женщины У нас есть тело Да, это уж точно Разве это честно? С таким телом, как у тебя точно, честно Это смертельное оружие Но ты знаешь Человек с оружием Мужчина Может получить все, что хочет Ему даже не нужно быть привлекательным Он может действовать силой И у женщины не остается выбора Посмотрим Ну вот, я приехал Ну, никуда же ты исчезла? Никуда конкретно Когда ты ушла из домика? Когда еще было темно Зачем ты забрала мои деньги? Я же шлюха, ты помнишь? 360 долларов Но нужно еще по магазинам иногда ходить Так, что мне позвонила-то вообще-то? Я думала Что То, что я забрала у тебя Твою девственность Этого было достаточно Я никогда не говорила тебе, что ты девственник А тебе не нужно было это говорить Вы полицейских Заглянули ко мне сегодня утром Разбыдели меня А что, твой домик превысил скорость? Нет Кто-то пытался ограбить мистера Фостера Сегодня утром Пол четвертого утра Нет Женщина И что, он ее не застрелил? Нет Ты знаешь Эти полицейские Они все сложили одну к одному Этого парня Которого сбили Они послушали тоже его Послушай Ты уже был в тюрьме в таком случае Послушай У них есть описание нас обоих Описание моей машины Мы облажались Ну, что же нам делать теперь? Я не знаю Ну, может быть Нам стоит разделиться Но тогда Одному из нас Нужно будет отправиться К полиции И, Трэн Ты знаешь У нас будет одна и та же история Ты был бы более убедителен Если бы ты, говоря это Не смотрел Постоянно на моей груди Не нужно так смущаться Я никогда не позволю полиции Забрать меня Ты знаешь, что я думаю? Я думаю, что нам с тобой Суждено Быть вместе Своим родителям Послушай Мои родители Немного Слишком беспокоятся Обо мне Это все Правда в том, что ты Стесняешься Послушай Я вообще-то так не думаю Никогда об этом Так не думал Нет, ты так думаешь У тебя на затылке Поселился маленький голос Ты просто его не слушаешь Откуда ты знаешь? Я раньше тоже не слушала его Но теперь я слушаю Слушаешь голоса у тебя в голове? Может быть, ты просто Немного рехнулась? Да А может быть, я совсем рехнулась Я думаю, нам нужно позвонить в полицию Никакой полиции Послушай Если мы расскажем им, что произошло Нет, это не выход Тогда я высажу тебя В следующем городе Останься со мной, Тренд Если ты останешься со мной Я очень тебе пригожусь Если ты Выкинешь меня Ты знаешь Я отказы не очень хорошо воспринимаю Послушай У меня впереди Настоящее будущее Я не собираюсь выкинуть Свою жизнь на помойку Райан Тейлор Обозреватель компании KDA С вертолета новостей Передает последние новости Да Сегодня произошел несчастный случай Дорожный патруль докладывает о том Что Мужчина Примерно 50 лет Был найден смертельно раненым Рядом со своим грузовиком Сейчас полиция занимается тем, чтобы опознать, кто его убил Когда поступит еще информация Я вам что-нибудь сообщу Послушай Теперь нас точно выследят Мне нужно притормозить где-нибудь, чтобы подумать Да, давай где-нибудь притормозим Райан Тейлор Спасибо Спасибо Я никогда прежде не встречала День Благодарения с семьей Спасибо, Трэнд Почему ты на меня так смотришь? Ну? Как думаешь, наконец-то Ты готов к тому, чтобы противостоять своим родителям? Послушай, не все можно контролировать Нет, все можно контролировать Когда Джон меня нанял Он думал, что он покупает себе контроль Но нет, он только обманывал себя Потому что я держала в руках козырь Я вижу, что происходит, когда это происходит И когда все заканчивается Все можно разнести на кусочки тренд Всех Послушай меня Дети, они сажают в клетку своих домашних животных Верно? Родители пытаются Сформировать по своему подобию своих детей Жены Это слушают своим мужьям Мужья подчиняются своим боссам Это никогда не заканчивается Прямо до могилы Когда какой-нибудь наследник выберет Самый дешевый сраный гроб Для того, чтобы сэкономить на покойнике побольше денег Ну? И ты думаешь, что ты можешь просто вломиться в дом своих родителей С новой стрижечкой В серегах В новой одежде И ты думаешь, что вдруг ни с того ни с сего Весь их контроль над тобой исчезнет? Нет Неужели ты не чувствуешь Как тебя тянет к новому? Пошли Что такое? Все еще голоден? Вы в этой зоне? Да, говори Я только что получил сообщение О той же модели Которая была припаркована Рядом с 463-м шоссе Вас понял, поехали Сучка пострелила меня Я обойду вокруг машины Ты пересаживайся Я иду в этой зоне Я иду в этой зоне Но я иду в этой зоне Вот я иду в этой зоне Я свой переступила. Теперь для тебя настало время переступить свой порог. Можно мне? Кхе-кхе-кхе! Так ты уже давно знакома с Трентом? Достаточно давно. А тебе неинтересно даже послушать, как эта история развивалась с моей точки зрения? Нет, мне это неинтересно. Мне интересно, как избавить тебя от всего этого безобразия. Послушай, я знаю, что она затуманила тебе голову. Я вижу, как она это сделала. Но ты должен думать ясно, Трент. Понимаешь? Понимаешь, сынок? Думай ясно. Захвати выпивку. Вот. Садись рядом со своей мамой. Ну, это интересная у вас одежда. Больно это было? Нет. Она в гостиной вместе с семьей. Так Трент думал, что, может быть, он прогуляется вместе с Сьюзи, покажет ей нашу собственность. Я думаю, ей это понравится. А если слишком холодно на улице, ну, тогда пусть она наденет мой пиджак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...